Эй, ребятки, всем привет, приветствую вас на канале Плэйтхом, ну что, продолжаем с вами играть, проходить наш фаундэйшн И в начале серии сразу же хочу сказать мега огромный респектос всем тем ребятам, которые поддержали меня В плане того, чтобы замок должен быть на возвышенности, никакой нафиг там лес, никакая нафиг равнина, только возвышенность Вот, повторюсь, мега вам огромный респектос, в плане подсчёта там даже считать не надо было, тупо 99% это вот почти что все, да, единогласно приняли это решение Но и дядя Серёжа также, естественно, почитал все ваши комментарии, услышал вас по поводу того, что возвышенность должна быть выше А это совсем, как бы, не та самая тема, о которой идёт речь, поэтому дядя Серёжа сделал что? Правильно, он купил всю гору нахрен Вот так вот, да, мы купили абсолютно всю гору, только для того, чтобы построить замок К сожалению, здесь уже ничего толкового мы с вами не сможем построить, то есть это такая, знаете, инвестиция в косарь, как бы, ну ничего страшного Вот, возвышенность у нас тут есть, местами не совсем ровная, но, в принципе, попробуем подстроиться Кстати, у замка тут есть дофига своих особенностей в плане строительства, поэтому об этом мы с вами поговорим сегодня в серии И будем когда строить замок, ну а сейчас у нас с вами есть другие проблемы А проблемы у нас были вот какого характера Мы с вами на прошлой серии не понимали, что происходит с этой штукой Видите, оттуда выходят фермеры, но работать они не хотят никак А это было все следующим образом Попробовано, протестировано, я нанимал новых сотрудников, нанимал абсолютно других людей Этих увольнял, обратно их завозвращал, не катит Короче, мера вот такая Просто удалить и построить ферму заново, потому что эта ферма просто испортилась Даже, ну, сбаговалась, даже с учетом того, что здесь территория, в принципе, есть Те сотрудники, которые были здесь, они потом сюда вернутся, в принципе Никаких мы проблем здесь не испытываем, осталось только дождаться, чтобы они это все сделали И слушай, еще такой есть моментик, надо нам поставить несколько новых Новых строителей, чтобы все это у нас происходило быстрее У нас теперь 4 человека пускай работают, вот так вот, да И вот этот момент хотелось бы, чтобы вы прямо обратили внимание Вы посмотрите Все довольны, да, у всех там счастье 75, ну, кто-то грустненький, кто-то до хера работает, да, предположим Но, вы посмотрите на вот эти смайлы Вот эти смайлы, просто, вот эти 3 человека, это просто сумасшедшие Это у нас Винона, это Маргери И это у нас Эдит Счастье, 100%, улыбаются, смайлик такой, короче, у тебя аж зубы торчат А все почему? А все потому, что у них нет работы, и они счастливы Блин, это вообще просто мега крутые люди Вот пипец, никто так не счастлив в нашем мире, в нашем городе, как эти 3 человечка Ну да ладно Значит, возвращаемся к нашим постройкам Что у нас тут идет? А, ну слушай, ну они, в принципе, уже достаточно быстро сейчас его добьют, наверное, да По поводу леса С лесом, по-моему, проблем вообще больше нету Мы его, соответственно, здесь добываем более чем Наши лесники сажают Точнее, так быстро сажают, что наши лесники не успевают дровосики вырубать это все делом, да Та же картина примерно здесь Единственное, что по цвету маркера я не стал А, точнее, да, я не доделал, наоборот Вот здесь кусочек еще Пускай около горы тоже, если что, выкашивают Но вот этот массив я трогать не буду Он, в принципе, абсолютно нам уже, ну, не нужен То есть, как бы нам вот этих ресурсов здесь уже за глаза и за уши хватает Поэтому, вот, что ферма у нас построилась? Отлично Сейчас прибегут наши фермеры те же самые, да И посмотрим, будет работать все или нет Да, все работает Они примечались на работу и сразу же начали тут все это свое дело творить Ну ладно, а мы с вами возвращаемся к замку Значит, замок это отдельная, ребята, история Достаточно, ну, мягко выражаясь, своеобразная, да Есть особенности Давайте начнем сразу же с них Ну, во-первых, есть понятие неровности Неровность территории здесь, да, и поэтому Постройки могут быть не совсем идеально ровные Кроме как, если уже массивного подгона То есть, в целом строении Как это выглядит, сейчас я вам покажу И еще есть один момент Разработчикам мы уже написали Это у нас вот такая штука Значит, это основная Часть замка, да, то, откуда начинаются Это корни, так называемые, да, некая Мейнбасс Соответственно, она у нас может подниматься Только вверх, да Ширь мы ее Никак не можем раскачивать Поэтому это очень сильно Извините за выражение Кастрирует кастомизацию И нет такого, знаете, ультраподгона Ну, про то, что у нас, в принципе, не очень много Основных вообще построек Как бы это отдельная тема Вот Поэтому Давайте тогда будем чертить из того, что у нас есть Поднимем, приположим, вот на такую высоту И есть две башни У нас есть квадратные такие башни И есть вот такие круглые башни Значит, насчет квадратных башен Ну, как мне кажется Вот, предположим, мы их сейчас поставим Мы сейчас не тратим никаких ресурсов Это у нас идет просто Проектирование, не более чем, да Мы их, если поставим вот таким вот образом В принципе, даже если, там, предположим Поднимем их Это вот как раз-таки полное перемещение Видите, то есть они все соединяются Белый кружок Это означает то место, куда мы можем с вами Пришпандорить тот или иной объект Ну, предположим Вот сейчас вот так вот поднимем Чуть-чуть И здесь то же самое сделаем, да Эту штуку либо мы можем опустить Ну, как мне кажется Это такой себе замок на самом деле Он какой-то очень такой Либо грубый, либо Ну, слишком все близко С одной стороны, да Теоретически Эту систему можно Сейчас Вот так вот Сейчас, как же тебя поставить-то Вот, они у нас вот так вот Разворачиваются, да Вот типа такого Сделать закругление Ну, такой себе, тоже не знаю На самом деле, какой-то больше Тюрьма какая-то Ей-богу Ну, фиг знает Мне лично не очень зашло Такое построение Поэтому я решил оттолкнуться Точнее, отказаться От такого вида башен И пойти к круглым Только единственное, что нам эту штуку опустить Нам сейчас надо Вот, да Вот наши у нас круглые пошли У них точек соприкосновения Кстати, становится больше Чуть-чуть И сейчас мы их Начнем тут Быренька Ставить Так, вот здесь у нас есть момент Видите Есть возможность Ставить отдельно Башню А есть Есть возможность Сливать прямо-таки Да, ведь происходит Такое некое слияние Двух композиций Нам этого делать не надо Мы это сделаем С задней стороны Дальше Вот здесь мы так же размещаем ее Здесь размещаем Сейчас мы просто скелет накидаем И берем точно такую же Вот сюда Но наша задача уже Ее туда втянуть Вот Правильно? Да Она как раз-таки пополам ее съедает И поднимаем их Как теперь это все у нас будет Дело выглядеть? Как я себе представляю? Думаю, мы опустим ее вот так Эти башни мы возьмем Примерно одного уровня Сделаем где-то вот здесь Следующие башни мы поднимем Чуть-чуть Правильно? Да И последнюю мы поднимем Слушай, по-моему Она у нас Не совсем ровно встала, да? А, у нас вот эта Заползла Ее-мое Думаю, что не то у нас Сейчас Поставим ее пока сюда А, это вот сюда Во Вот, отлично Да? Да Дальше Вот эту штуку мы берем И поднимаем повыше Вот таким вот образом Слушай Ну, вот как-то так я себе вижу Этот замок Из того, что у нас в принципе есть Ну, как мне кажется Конечно, интересно будет Почитать ваши комментарии Какие башни лучше Круглые Либо те прямоугольные Как мне кажется Вот это, наверное, все-таки симпатично Смотрите По поводу неровности ландшафта Смотрите, да Предположим, берем Крышу И Проводим ровную горизонталь Мы берем весь здание И видите, они начинают гулять То есть, предположим Если вы хотите его полностью выровнять Предположим И дальние башни надо И передние Все это надо Все как раз-таки учитывать Именно Как раз-таки уже Составляющую земли Ох, нифига себе Нас телепортировало Как Так стоять Сейчас мы его поставим Вот здесь Что-то нас тут Отгрузило Во И теперь Будем его как-то подгонять Подгонять Как-то ровненько И прямо по центру Вот этого И возвышенности Единственное Меня смущает Вот эта дорожка Она очень плохо У них отрисована То есть, не факт Что они здесь будут ходить Ну, да ладно Посмотрим Что-то выйдет Давайте его, наверное Еще дальше отгоним У нас там как раз-таки Есть место А здесь мы какую-то Красоту наведем Ну, попробуем Во всяком случае Так, смотрим Что у нас По уровню По уровню у нас Жесткие проседания Идет, кстати А вот здесь нормально Да? Да, здесь у нас вроде как ровно Блин, ну я здесь не хотел Я хотел подальше Прямо-таки Около самого входа Ну, такое себе Ну-ка, что у нас Здесь по уровню По уровню Не влезай здесь, да? Видите, они, получается Расползаются Либо одна Либо вторая Здесь поэтому приходится Именно вот В таком плане играть Так Слушай, ну нет Там у нас Не получится Нифига Построить его Хотя вот так Если поставить Ну-ка Не, ну а смысл Прямо там ставить? Не, ну тут смысла нет Никонечно, да Надо бы оттуда выводить А вот так вот Если мы сделаем Ровно у нас он будет Во Сейчас мы его подгоним Вот так вот, да? Блин, нет Вот так ровно ставится Да, ну тогда здесь его и оставляем В принципе Здесь, значит, какую-то лужайку Сзади сделаем Дальше Что нам требуется? Нам требуется дверь Так, а, нет Мы дверь, знаете, как сделаем? Мы дверь сделаем вот таким вот образом Эту штуку развернем Поставим вот здесь Поднимем И воткнем вот Дверь вот так вот Правильно? Да Слушай, ну хоть на самых Становится похож Дальше у нас, естественно, дымоход Внедряем его где-нибудь вот туда Он, в принципе, особо нам О роли сейчас не сыграет Да и вообще И есть баннеры Давайте поставим парочку баннеров Один поставим вот здесь И другой вот Вот здесь поставим Предположим Да? Да Я, на самом деле, думал поставить баннеры По возвышенности Вот таким вот образом Но, к сожалению, из-за того, что я не знаю Как отрисуется дорожка Типа вот такого думал сделать Да? Ну, в такой стилистике Вот Из-за того, что я не знаю, как отрисуется точно дорожка Они, возможно, будут обходить мимо баннеров То есть, по сути, это будет Ну, тупо некрасиво Поэтому, наверное, мы откажемся от этой идеи И поставим просто там где-нибудь два баннера Около входа вот здесь Раз И второе здесь поставим два Вот так вот Дальше у нас с вами идет Возможность поставить вот такой фонтанчик Для меня фонтанчики — это отдельная больная тема Я не знаю Я вот так на них смотрю Отсюда Ну, вроде не особо смотрится А вроде с другой стороны А почему бы и нет? То есть, мы их убираем Смотрится, мне кажется, даже как-то лучше Не знаю В черепоните в комментариях, что вы думаете Лучше все-таки с фонтанчиками Около входа или нет Понятно, что к тому моменту Это уже ничего не будет Имеет значения Но мне просто будет интересно Почитать именно Ваш такой некий визуальный взгляд На всю эту картину Блин, не знаю Оставите ли их или нет Я вот думаю, знаете, как сделать Мы их отсюда уберем Поставим его Вот здесь Где-нибудь сзади Вот в этом месте Стоять надо развернуть Вот, да Где-нибудь вот здесь А тут у нас с вами есть Декоративные цветы Мы можем Небольшую какую-нибудь лужайку Так, где у нас цветы? Вот Небольшую лужайку Можем где-нибудь Тут-туток организовать Здесь возьмем, предположим И здесь тоже самое сделаем Вот таким вот Образом Как-то так Слушай, ну В принципе На входе цветы Не знаю вообще Нужны или нет Но В принципе Можно ради Какой-то некой Какой-то красоты Попробовать И тут при шпандоре Посмотреть, что из этого получится Ну Не знаю Мне кажется, что они тут лишние Если честно Они тут уже будут лишние Пускай будет Зади небольшой парк Фонтанчик Можно даже два фонтанчика Поставить Они есть не просят В принципе Вот так вот Но они видите Уже теряются В уровне Поэтому второй Здесь либо один Надо ставить Либо второй Давайте наверное Вот этот мы оставим Он целиком Хоть смотрится Этот обрубленный Вот так вот Все в принципе Да Дальше Теперь мы что смотрим У нас с вами получается Какое количество поселенцев Плюс Далее у нас С вами идет Количество Дополнительных В казну И Количество ресурсов Все Естественно У нас сейчас Их не хватает Но они будут Постепенно появляться Докупаться Потому что у нас С вами стоит инструмент На закуп Будут довозиться И соответственно Ставиться Дальше что у нас С вами еще А у нас еще есть дерево Ну дерево Это такой классический вариант Я думаю Здесь оно в принципе Сейчас не упало нам вообще Поэтому просто Нажимаем Старт Постройки Мы этот момент Сейчас ускорим На максимум И посмотрим Как эти товарищи Потачат Они уже побежали В принципе с коробками Вот видите О чем я и говорил Они рисуют Отдельную дорожку То есть они почему-то Решили что им Здесь удобнее заходить Скорее всего Возможно им это дерево Помешало Хрен его знает Не знаю Но Короче да Не выгорела эта тема Ну ладно Мы это попробуем Сейчас еще забором Все контролировать У нас с вами есть Заборчики И поэтому мы их С вами сейчас поставим Красиво все таки У нас с вами поселение Я вот так смотрю Короче на самом деле Оно все развивается Развивается То что мы с вами тут рисовали Да потихонечку Дома начинают продлеваться Кстати слушай А об этих домах Пока там наверху идет стройка Давайте хоть тоже здесь Немножко поднимем Стоимость земли И подновтыкаем Разнообразных декораций Каких нибудь Та 19 цветы еще были Ой стоп Вот у нас цветы Где-нибудь под окном Здесь их воткнем Жбоник Жбоник Где-нибудь тут сделаем Так В принципе В принципе А что ей нет Как говорится Да Дорожка наверх Смотри уже появляет Такой некий массив Полноценный И Да Все Она уже обосновалась Короче раз и навсегда То есть понятно Что будет дорога Где-то проходить тут Конечно Четыре строителя Делают свое дело Сразу же скорость Возрастает В разы Всех этих построек Тем более мы достаточно большие О смотри Фонтан уже построили Цветы сразу подавтыкали Вот цветы такая Знаете Некая декорация Не более чем Да Че он там Ага Я думал она застряла Не нормально все Таскают Тут сразу дверь поставили Смотри Еще нету Блока Они уже начали двери ставить Помимо всего Проще Смотри Я подрисовал Еще территорию Для построек Жилища Вот здесь И наши товарищи Начали сюда доматинуть Типа ближе К королю Да Это круто В принципе Блин Вот отсюда Смотри какой прекрасный вид Боже Охренеть Помню кто-то писал В комментариях Что типа Как в такую игру Грать можно В 2017 году Графика полный пипец Я такой думаю Блин Но он не ответил Ничего на комментарии Я думал Можно стибанул Потому что Я считаю Здесь достаточно Нормальная графика Ну как по мне Хотя конечно Ну это дело такое Но блин Я считаю Здесь на уровне Тем более Здесь берет больше Именно как раз Такий геймплей Такой на эти некий Песочнический Сюжетик То есть Который ты сам себе Выдумываешь И начинаешь Тут уже Все это дело Возводить Но люди Люди разные Поэтому На вкус Как говорится Фломастеры Разные Последняя башня У нас с вами Осталась Да Они Ее Сейчас Возведут И Получается У нас пойдет Замок На сдачу Да Все Вот так Вот он у нас Щелкнулся Соответственно Как вы видите У нас В левом верхнем углу Поднялся Объем Золота Который мы можем У себя хранить Что в принципе Не может не радовать Так Ну и что Теперь мы с вами имеем Мы с вами имеем Теперь крутой замок Да Да Единственное что А кстати Мы можем его модифицировать Теперь да Как раз таки Если что Мы можем поменять Направление Лорд баннеров Вот таких Слушай Ну в принципе С другой стороны Ну а смысл Какой их на самом деле Сюда выводить Пускай там две штуки Стоит И да ладно Как говорится Давайте теперь С вами построим забор Забор значит Планирую сделать Вот таким вот образом Раз у нас Вот эта территория А слушай Кстати Забыл А где у нас Эта штука Блин Это не она Сейчас Это у нас Была Блин Это тоже не так Где она находится Вот она Да Возьмем Вот этики ворота Предположим Вот здесь Конечно Это все на возвышенности Хотя вот здесь Это можно попробовать Сделать Смотри Вот так мы их поставим Вот тут Правильно Да И мы можем Предположим Взять забор Не из камня Сейчас посмотрим Как будет С камня смотреться Ну Заборчик Это не забор Да А вот этот Предположим Возьмем А этот прям Так Хотя нет Ну каменная тема Давайте все таки Возьмем камни Да Вот отсюда Попробуем Сейчас их Протащить И сделаем Некий такой Захват Некое ограждение Здесь конечно У нас видите Достаточно Такая Не очень ровная Территория Поэтому придется Нам с вами А что за точка У нас тут появилась Странная Поэтому Нам с вами придется Таким неким Некой окантовкой Тут все это делать Так стоять Вот так мы тебя Соединяем пока Блин А здесь что-то У меня сбился Он зараза Ну ладно Дома отсюда берем Вот так вот Не хватает Только немножко Какого-то кладбища Знаете На заднем фоне У этого У нашего замка И эти соединяем Вот так вот Слушай Ну вот так у нас Что-то получается Как по мне кажется Нормально на самом деле Может быть Как-то не ультра Все ровно Но опять же Копытались Да ребят Ландшафт К сожалению С ним ничего не сделать Но На общей картине Смотрится вроде как Даже неплохо Может быть конечно Забор Такой себе Здесь По отношению Ко всему остальному Но Если убрать Сейчас точки В принципе В принципе норм Здесь даже можно Деревья Тысячу посадить Будет Те же самые Как-то так Ну что Думаю тогда На этом моменте Мы с вами И закончим серию Сегодня как раз таки Как и обещал Занялись Благоустройством Территорий Кстати единственное Знаете что мы можем Еще сделать Мы можем Вот что сделать Взять два Лор-баннера И поставить И поставить Их еще Вот здесь Дополнительно Около входа Тут раз Так Лор-баннер И вот тут Вот так вот Два Прямо на входе Около ворот В принципе Так даже будет Наверное Лучше Да Ну наверное Да Все отлично Они у нас тоже Уже готовы Вот как-то так Все Да Понравилась серия Ребятки Втыкайте лайкос Пишите комментарии Что думаете А с вами был Дядя Сережа Плавис Я их люблю До встречи Всем пока